РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте! У микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. Сегодня, во время литургии в православных храмах, читается отрывок из послания апостола Павла к Галатам с 28 стиха 4 главы до стиха 10 главы 5. Давайте его послушаем. Мы же братья по Исааку, обетование чадо есть мы. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободный». Итак, братья, мы дети не рабы, но свободный. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. «Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение». В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины. На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны. «Я стал доступен утешению. За что на Бога мне роптать, когда хоть одному творению я мог свободу даровать?» Прозвучавшие строки принадлежат перу Александра Сергеевича Пушкина и были написаны во время Южной ссылки. Находясь в условиях контроля и стесненности, мятежный поэт ищет утешение и находит его в Боге, источнике настоящей свободы. Впоследствии мысль Пушкина была подхвачена Владимиром Высоцким, сказавшим «Люди, птиц из клеток выпускали, чтоб самим свободными стать». Теме свободы посвящен сегодняшний отрывок из послания апостола Павла к Галатам, потомкам галов-французов, осевших на территории Малой Азии. Послание к Галатам – одно из первых произведений апостола Павла, в котором он очень подробно объясняет, почему христианство – по-настоящему уникальная религия. Для святого ответом на этот вопрос является все то же слово – свобода. Себя и прочих христиан Павел называет детьми обетования по Исааку. Чтобы понять это выражение, нужно вспомнить один из эпизодов Ветхого Завета. Авраам и Сара, родители Исаака, долгое время не могли иметь детей. Однажды Сара, отчаявшись, что наследника у супруга так и не появится, предложила ему вступить в связь с рабыней Агарью. Так на свет появился Исмаил. Впоследствии Господь дал Исаре возможность родить. Ее сына звали Исааком. Исмаил и Исаак стали библейскими символами. Первый – символом рабства, а второй – свободы. Христиане для апостола Павла – дети по Исааку, иными словами, наследники Божьей свободы. Остается теперь разобраться, в чем она заключается. Согласно святому, настоящая свобода – свобода от греха. Когда человек подчиняется заповедям Божьим не из страха, а из любви к Отцу Небесному, делает его волю основанием жизни и через это обретает свободу над собой и от себя прошлого, ветхого человека, измученного греховными ошибками. Есть у христианской свободы еще одна важная черта, которая состоит в нежелании навязывать Богу правила религиозного торга. «Господи, смотри, я не ем то-то и то-то, надеваю на себя такую-то одежду, покупаю такие-то свечи», рассуждает такой торгующий человек и прибавляет, «а ты мне за это должен сделать одно, второе, третье, ну и в качестве премии выдать смартфон последнего поколения». Галаты, к которым обращался в послание апостол Павел, в недалеком прошлом были язычниками, привыкшими с идолами общаться именно в таком формате «я тебе, а ты мне и побольше». Апостолу Павлу много сил пришлось положить, чтобы буквально вытравить из сознания галатов подобный порочный и примитивный образ мысли, донести до них, что истинная вера основывается на бескорыстном служении Богу, доверии Ему как любящему Отцу, принятию Его доброй воли в отношении нас. Достигнутый Павлом успех чуть было не оказался утрачен из-за деятельности лжепроповедников, начавших убеждать галатов мужчин принять обрезание. Зачем это было нужно? А чтобы вернуть в сознание членов совсем еще юной галатийской церкви фактически магические идеи, что вот можно осуществить какую-то манипуляцию и через это получить автоматический помощь из духовного мира. Апостол Павел через текст послания обращается не только к галатам, но и ко всем нам, жителям иной страны из иной эпохи, стоящими ровно перед тем же искушением. Согласитесь, как часто лукавые мысли подначивают нас превратить Отца Небесного в какого-нибудь Зевса Вседержителя, безликое существо, с которым можно в меркантильном плане договориться. Давайте не будем так поступать. Во Христе все мы усыновлены и удочерены Господом, поэтому не будем разменивать дарованную нам свободу на примитивный торг, но примем благодатный дар Божий, позволяющий нам обрести истинную свободу от греха и нашей собственной узости. Апостольские чтения